Прививать или не прививать? Вопрос, которым в последние месяцы задается практически каждый родитель Карачаева-Черкесии. Вот из эфира Черкесова мама троих девочек не стала исключением. Проконсультировавшись со специалистами, изучив информацию из официальных источников, она приняла твердое решение, что ее дети должны быть защищены. Плановую вакцинацию от полимелита ее старшая дочь завершила уже давно, а вот двоим младшим близняшкам осталось получить по последней шестой прививке. Старшей все прививки я уже сделала, шесть прививок, а у младших пять прививок. Они перенесли все прививки очень спокойно, все прививки вовремя мы делали. Вот шестая прививка сейчас сделаем в комплексе, как все начнут делать, так и я согласию дала. И сделаем последнюю прививку. Есть такие родители, которые отказываются от прививок, но я считаю это неправильно. Надо прививать всех детей, чтобы они не заражали друг друга. Я всем советую, чтобы всех детей прививали и всем родителям советую, чтобы все прививки делали, чтобы мало вероятности, чтобы у нас в регионе было заболеваемости. Еще одним аргументом в пользу вакцинации для Земфиры стал тот факт, что и она, и ее родители когда-то в советском прошлом в обязательном порядке были привиты от полиэмилита. Потому она немного недоумевает в отношении так называемых антипрививочников. Мы в семье все, и муж, и я, и родители мои очень спокойно относимся к прививке. Все прививки и нам делали, и нашим родителям делали, и мы своим детям делаем. Все прививки. Благодаря целенаправленной массовой иммунизации детей против полиэмилита Российская Федерация в 2002 году в составе Европейского региона была сертифицирована как страна, свободная от полиэмилита, и сохраняла свой статус в течение минувших 20 лет. При этом на территории некоторых субъектов Северокавказского федерального округа в последние годы выявлена циркуляция вакцино-родственного полиовируса в окружающей среде. Сложившиеся условия являются предвестником осложнения эпидемиологической ситуации по полиэмилиту на территориях как субъектов Северокавказского федерального округа и Российской Федерации, так и Карачаево-Черкесии. В связи с этим было принято решение о проведении кампании по дополнительной иммунизации детей в возрасте от трех месяцев до десяти лет. В первую очередь она направлена на обеспечение их безопасности и предотвращение распространения полиовирусов, как диких, так и вакцино-родственных. В Карачаево-Черкесии данная кампания будет проходить в два тура с 27 февраля по 5 марта и с 3 по 9 апреля 2023 года. В рамках дополнительной иммунизации будет использоваться оральная полиэмилитная вакцина, в народе известная как «живая», а в отдельных случаях – инактивированная вакцина. С учетом накопленного опыта десятилетиями и в ряде стран зарубежных, и в ряде субъектов нашей территории, нашей страны, мы обязаны, обладая определенными знаниями, провести превентивные мероприятия. Как раз-таки цель этих мероприятий направлена на то, чтобы не возникли случаи заболевания. Мы можем то же самое мероприятие провести и после возникновения случаев заболевания, но это будет непростительной ошибкой как для всего медицинского сообщества, так и для родителей, которые допустили такую оплошность и не привили своего ребенка. Как говорят специалисты, вакцинация живой прививкой необходима для создания кишечного иммунитета. Она применяется с начала 60-х годов 20 века и когда-то была представлена в виде драже, потом в виде капелек розового цвета, которые всем нам капали еще в детском саду. Опыт ее применения показал хорошую переносимость препарата и свидетельствует о высоком иммунитете, который формируется у человека после ее использования. Так, согласно статистике, вероятность осложнений при использовании живой вакцины – один на миллион. Если же у ребенка имеются определенные противопоказания, то непривитым ранее детям, вне зависимости от возраста, вводят инактивированную вакцину. Важно, что все российские препараты против полимелита сертифицированы и прошли исследования на безопасность. Вакцинация носит у нас добровольный характер, поскольку родители должны обязательно дать согласие, информированное согласие. Каждый родитель дает, прежде чем мы прививаем ребенка. Без согласия родителей мы не прививаем ребенка. Мы проводим, конечно же, разъяснительную работу, объясняем, разъясняем, что это такое полимелит, какие последствия полимелита. А родители уже, конечно же, решают, прививать ребенка либо нет. Все заболевания в острый период, которые протекают, конечно, будем ждать, пока ребенок выйдет в ремиссию. Если аллергических проявлений нет, сама аллергия не является противопоказанием к проведению прививок. И в зависимости от того, какой исходный иммунный статус у ребенка, сколько он имеет вакцинации противополимелита, имеет или ревакцинацию, в зависимости от этого уже тогда будем прививать ребенка. Практически полимелитная вакцина осложнений не дает. Мы раньше прививали детей в роддоме, начинали с нулевой дачи, то есть именно с живой полимелитной вакцины. И дальнейшие детей прививали раньше с живой полимелитной вакцины. Практически не было никаких осложнений. Окончательное решение о вакцинации своего ребёнка принимает исключительно родитель. При этом следует помнить, что и ответственность за последствия в случае заболевания также ляжет на него. Статистика – вещь упрямая, говорят специалисты. И хотя последние вспышки дикого полимелита в нашей республике были зарегистрированы в далёком 1970 году, тогда страшный диагноз был поставлен исключительно непривитым несовершеннолетним. Тогда в эпидемический процесс были вовлечены дети от двух месяцев рождения до 17 лет. И ареалом распространения было несколько административных территорий. Самое большое количество, 57 детей, было зарегистрировано на территории Хаберского района. Остальные дети были распределены по различным административным территориям. Это Карачаевский район, Зеленчугский район, Малокарачаевский, Прикубанский и Адагихабльский. Последние случаи были зарегистрированы тогда. Последний случай именно диким вирусом заражения. Последний случай вакцино-родственным вирусом был у нас зарегистрирован в 2003 году у ребёнка, который проконтактировал с привитым живой оральной поливакциной. И у него возник вакцино-ассоцированный случай полимелита, который классифицируется как осложнение у контактного. Но произошло это не по вине, скажем так, вакцинного препарата, а по вине родителей, которые допустили оплошность, опять же, при соблюдении мер профилактики гигиенических навыков, не привели ребёнку или допустили контакт с ранее привитым живой оральной поливакциной. Хотя вирус полимелита не виден человеческому глазу, опасность он несёт за собой самую, что ни на есть серьёзную. Это инфекционное заболевание, при котором поражается нервная система. Оно проявляется сначала лихорадкой, а потом периферическим параличом, который в ряде случаев остаётся на всю жизнь. Если паралич распространяется на дыхательную систему пациента, то человек погибает. Для того, чтобы обезопасить детей, чьи родители отказались от вакцинации, Республиканским Роспотребнадзором было выдано предписание, согласно которому данную категорию следует разобщить с теми, кто получил живую вакцину. В частности, это касается детских садов и школ. Так предполагается, что в садиках будут созданы отдельные группы, которые будут предусматривать отдельный вход и выход, а также места общего пользования. Что касается школ, то тут дело обстоит немного сложнее, ведь не все общеобразовательные учреждения обладают возможностью предоставить дополнительные обособленные помещения для невакцинированных. В связи с этим Республиканским Роспотребнадзором совместно с Министерством образования рассматривается вероятность перевода невакцинированных детей на дистанционное обучение. Разобщение ребёнка от посещения организованного коллектива – это направлено именно на защиту этого ребёнка, который отказался от вакцинации, чтобы он не заболел. Тут надо хорошенько подумать. Стоит ли отказываться? Если отказался, естественно, мы, это Министерство образования, совместно с медицинскими работниками, вопрос прорабатывается. Если это можно решить в составе детского сада в виде групповой изоляции, выделить какую-то группу, либо это в классе. Дело в том, что этот возраст подразумевает, сами понимаете, только первый, второй, третий класс, в основном дети. Дальше старшие классы уже вакцинации не подлежат. Поэтому возможно выделение какого-то класса в отдельном здании, в отдельном корпусе или отдельном крыле, куда этих детишек всех будут. Существует также возможность проведения дистанционного обучения. У нас сейчас очень много электронных средств, которые позволят это сделать. Но это будет решаться на уровне Министерства образования, на уровне правительства нашей республики. К тем, кого планируют перевести на дистанционное обучение, относят детей, получивших менее двух уколов инактивированной вакцины, либо непривитых вовсе. Что касается тех, кто прошел уже три этапа вакцинации и более, эти ученики смогут, как и прежде, посещать школу. При этом им все равно необходимо будет получить оральную вакцину от полимелита. Многие родители высказали недоумение по поводу такого способа решения сложившейся ситуации, и не хотят, чтобы их детей переводили на дистанционку. Вот только действующее законодательство позволяет рассматривать такую альтернативу очного обучения. Руководители образовательных учреждений несут персональную ответственность, как руководители, согласно нормам САНПИН. То есть, если есть предписание главного санитарного врача о определенной эпидеологической ситуации в стране, либо в отдельно взятом регионе, то неукоснительно необходимо руководителю образовательного учреждения следовать этому. И если он не разобщает данную категорию детей от непривитых, то таким образом он нарушает закон и несет административную ответственность, вплоть до увольнения. Поскольку предписание главного санитарного врача является обязательным для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. В этом случае переход на дистанционное обучение является законным. Но по каким основаниям? Если внутри образовательной организации на уровне школы, либо управления образованием муниципалитета издан соответствующий приказ о переводе определенных категорий учеников в целях охраны здоровья и интересов непривитых детей. Не будем забывать о том, что санитарные нормы разработаны с 1998 года в целях недопущения инфекционных заболеваний и воздействия на окружающую среду и людей. Волнение в обществе, вызванное темой дополнительной иммунизации, специалисты в основном связывают с недостаточной осведомленностью некоторых родителей. Так, подобные кампании в прошлом году были организованы в соседнем Ставропольском крае, в Московской области и ряде других регионов. Теперь же очередь дошла до нашей республики и до соседних Дагестана, Чечни и Ингушетии. Полиомиелит – достаточно серьезное заболевание, которое относится к группе энтеровирусов наряду с другими, собственно говоря, энтеровирусами. Он стоит как бы особняком, потому что именно полиомиелит вызывает достаточно тяжелые последствия. Все дело в том, что вакцина против полиомиелита, она входит в календарь национальной прививок любой страны, какую бы мы ни взяли. В настоящий момент в мире достаточно относительно благополучная обстановка по полиомиелиту, за исключением нескольких стран – это Афганистан и Пакистан, где регистрируется еще случай полиомиелита. Однако полиомиелитоподобные заболевания, которые вызваны как раз-таки вакцино-ассоциированным штаммом, могут быть зарегистрированы и регистрируются изредка в наших соседей – это в республике Дагестан, Ингушетия, Чеченская республика. В связи с этим и связан, наверное, тот этап вакцинации, который предлагается сейчас с использованием оральной полиомиелитной вакцины. Несмотря на то, что последние случаи заражения полиомиелитом в нашей стране были зарегистрированы давно, угроза эпидемии сохраняется. Во многом это связано с массовыми отказами от прививок среди родителей, а также с некоторыми иммиграционными процессами. Для России потенциальным источником полиомиелита является Таджикистан. В 2010 году вспышка полиомиелита в этом государстве стала причиной 14 случаев болезни в 8 регионах страны. Более того, за последний год в Карачаево-Черкесию прибыли дети из Украины, чей прививочный статус не всегда ясен. Именно поэтому представители разных ведомств и госучреждений во весь голос призывают всех родителей еще раз подумать о безопасности своих детей и сделать прививку. Поскольку именно вакцинация была и остается единственным способом предотвращения заболевания полиомиелитом. Продолжение следует...